МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней, студия Тимур Бекмурзин. И сегодня, конечно же, мы говорим о выборах, работаем в прямом эфире. Что известно на данный момент? Пока главная новость о том, что президентские выборы в России состоялись. Они, в общем и целом, прошли без каких-либо серьезных эксцессов и происшествий. А это самое важное. Все-таки давайте не забывать, в какой нервозной международной обстановке и атмосфере политического давления на нашу страну мы в этот раз выбирали президента России. Что касается нашей республики, можно уже констатировать, Татарстан сделал свой выбор, и мы его узнаем совсем скоро. Чуть позже в нашей программе первые данные с экзитпулов. Но уже сейчас можно говорить, что республика активно голосовала сегодня. Явка в целом неплохая, более 70%, это точно. Возможно, будет и более 80%. Что происходит прямо в эти минуты? Только что на стадионе «Казань-Арена» завершился большой концерт с участием звезд российской и татарской эстрады. Надо признать, казанцам повезло. Выступили такие популярные исполнители, как Валерий Меладзе, Егор Крид, Салават и Элвин Грей. Пропуском на концерт стал браслет, который выдавали всем, кто пришел на выборы и проголосовал. Но главным гостем этого вечера на «Казань-Арене» при всем уважении к артистам, конечно же, стал президент Татарстана Рустам Мениханов. Его зрители, казанцы, гости столицы, ждали с особым воодушевлением. И президент не обманул ожиданий, прибыл вовремя. И эту запись мы сделали буквально за полчаса до эфира. Давайте послушаем, что сказал Рустам Мениханов. Добрый вечер, Казань! Хочу вас всех поблагодарить за ваше активное участие в выборах, за вашу гражданскую позицию. И, конечно же, сегодня прошли самые главные выборы нашей страны. Выборы президента Российской Федерации. Это огромный, сложный процесс. Это избирательные комиссии, это наблюдатели. Это самые главные избиратели. И сегодня мы можем сказать, что в республике этот процесс прошел очень легитимно и очень успешно. Мы все за сильную Россию, за сильный Татарстан. И вы вместе с нами проголосовали за наше будущее. Таким был, как говорится, финальный праздничный аккорд этой выборной кампании в Татарстане. Но мы сейчас вам предлагаем вернуться к началу этого дня, 18 марта, к моменту, когда открылись избирательные участки республики. Голосование в Татарстане стартовало в 8 утра. И уже по традиции в первые часы после открытия участков на них пришли первые лица республики. Ильзира Юзаева расскажет. Его все знают в лицо, но паспорт попросили предоставить. Президент Татарстана Рустам Миниханов на этом избирательном участке стал одним из первых реализовавших свое избирательное право. Уже ранним утром в КАИ при входе работала богатая ярмарка, которую оценил президент, попутно приняв участие в фотомарафоне «Айда все на выборы». Я всех нас поздравляю с праздником. Выборы президента – это самые главные выборы в нашей стране. И я надеюсь, что каждый из нас уже определился, отдал свой голос за своего кандидата. Я тоже отдал свой голос. Я не знаю, можно говорить, нельзя. Я надеюсь, что страна будет развиваться, Республика, как один из ведущих субъектов России, тоже будет показывать достойные результаты. К слову, в Казани и пригороде всего несколько подобных точек, пользующихся такой популярностью у СМИ. Традиционно это участки, где голосуют первые лица. Как правило, свой гражданский долг госсоветник Татарстана Ментимир Шаймиев исполняет до полудня. Дела государственной важности не терпят отлагательств. Выборы президента России 2018 года также не стали исключением. Через выборы мы должны показать наше единство. Независимо, я имею в виду через активное участие. Право каждого голосовать за своего кандидата. Важно, что мы были едины и сильны. Даже молодое поколение уже чувствует, Россия не имеет даже права. Это значит, мы не имеем права быть славным государством. Славный, вы это приказы понимаете, не всегда разговаривает. Обстановка в целом она неспокойная, но я думаю, что выборы в стране пройдут достойно. Пример многим другим государствам. Это наш выбор. Как и миллионы избирателей по всей России, Ациках посчитал, что их не менее 109 миллионов человек, он, получив бюллетень, удалился в кабинку для голосования. Представитель госсовета Фарид Мухамедшин вместе с супругой, обладатель избирательного права, свой голос сегодня отдал на базе лицея номер 116 Вахитовского района Казани. К этому участку прикреплены более 2000 человек. Глава татарстанского парламента уже ранним утром был уверен в том, что явка избирателей будет достойной. Предвыборные сходы граждан показали заинтересованность людей. Избирателей много. У нас республика большая. Почти 2 миллиона 900 тысяч избирателей. Я думаю, будет очень хорошая явка. Несмотря на то, что всю ночь шел снег, надо будет сейчас поактивнее поработать дворником, чтобы открыть все дороги. И в целом я уверенно хочу сказать, что прошедшие встречи с хода граждан, на которых мы все принимали участие, показывают заинтересованность нашего избирателя, нашего народа в Татарстане к тому, кто будет президентом на предстоящие 6 лет. И увязывают это и с внутренним положением дел в республике, и в России. Это увязывает и с внешним воздействием на нашу страну. И я думаю, безразличных будет очень и очень немного. Премьер-министр Татарстана Алексей Писошин на выборы приехал ровно в 9 утра. По традиции на входе его уже встречали продовольственные и творческие ярмарки. В 241-м участке при 143-й школе Казани к избирательному процессу подошли с творческим подъемом, организовав мастер-классы для детей и их родителей. А тот, кто уже проголосовал, на выходе получал заветный браслет. Еще одно ноу-хау, но не этих выборов, как пропуск на бесплатный проезд в общественном транспорте и гарант свободного доступа на праздничный концерт. Священнослужители, которые тоже спешили сегодня отдать свой гражданский долг, на выходе от браслетов отказались. Мирские забавы им ни к чему. А вот правильный выбор главы государства – это, конечно же, сверхзадача. Мы сегодня вершим историческое дело, избираем главу нашего государства и обычно говорят, а зачем я пойду? Да затем, что мы решаем, каждый конкретный человек. Если бы наш голос был безразличный, как некоторые говорят, что ну зачем все равно без меня, если бы без меня так бы не бились наши голоса, а посмотрите, как за каждый голос кандидаты, президенты борются. День такой особенно не весенний, но выполняя свою обязанность гражданскую, мы помним, что до шестого года у нас не было такого права мусульман, наши предки боролись за него, и вот мы тоже должны участвовать в общественной жизни и смотреть на понятие масляха, где больше пользы мусульманам. То есть если мы будем участвовать или не участвовать, поэтому мы понимаем, что в участии пользы больше для нас. Это исполнение долга, в том числе как христианина, потому что все христиане призваны Господом к тому, чтобы любить друг друга, любить ближнего своего. И это включает в себя также заботу об обществе, о стране, в которой живешь. Чтобы Россия была крепкая и сильная, и чтобы мы жили надежно в своей стране. Все, как в старые добрые времена, когда поход семьи на выборы был настоящим праздником, с музыкой и угощениями, что в маленьких селах, что в больших городах. Хоть погода нынче не совсем была весенней, но на избирательных участках наблюдалась активная явка, особенно в тех, где было кому. Подать пример. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней. Чем еще запомнился этот день голосования в Казани и во всей республике? Надо отдать должное организаторам, прежде всего, Центральной избирательной комиссии, которая, как мы понимаем, работала в тесном контакте с местными администрациями. Они сделали все, чтобы процесс волеизъявления граждан прошел не просто в спокойной, но и в дружелюбной, я бы даже сказал, радостной атмосфере. Помимо разнообразных культурно-зрелищных мероприятий были также организованы уже традиционные пункты питания и торговли. А еще и сельскохозяйственные ярмарки с привлекательными ценами. А в отдельных городах медицинские консультации для избирателей. И многое-многое другое. Сергей Темляков и сам проголосовал, и успел объехать несколько избирательных участков. Какой он увидел общую картину выборов республики? Давайте посмотрим. Уважаемые граждане, ждем вас на наш раз, на выборы президента России. Село Усады на часах без пяти минут восемь. Перед избирательным участком очередь. Сельчане, улыбаясь, говорят, встаем рано, не то, что горожане. Что примечательно, среди первых, кто решил отдать свой голос, в основном мужчины средних лет. Всего в Лаишевском районе Татарстана сегодня выбирают президента 32 тысячи избирателей. Традиционно на выборах в нашем районе высокая явка. И я уверен, что и сегодня также люди активно будут приходить и принимать участие в выборах. Это в том числе и потому, что в нашем районе практически нет ни одного населенного пункта, где в последние годы не произошли бы те или иные позитивные изменения. И люди это видят. В соседней деревне Сокуры тоже немало активных граждан. Мне уже 4 апреля будет 90 лет. Всегда я работала в колхозе, в сухой, все в деревне, в своей деревне. Отдать свой голос пришла старейшая жительница села Мария Шильникова. Она родилась, когда у руля страны был еще Иосиф Сталин. Жила в эпоху Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина. У Марии Григорьевны 28 внуков и 25 правнуков. На выборы пришли. Выбирать, чтобы жизнь лучше была бы. Жизнь такая хорошая. Я все благодарю Бога. Для Ольги Даниловой наоборот. Это первые выборы в ее жизни. Она родилась и выросла при Владимире Путине. Первый раз в Лаишевском районе сегодня проголосовали 463 избирателя. Все они получили специальные подарки. Помимо билета на концерт в Казань-Арену. Обложку для паспорта и значок. Для меня это очень важно. Потому что таким образом мы прежде всего выбираем своего президента. Выбираем ту программу, по которой мы все будем жить. И выбираем свое будущее. Кто проголосовал, мог принять участие в лотерее. Среди призов билеты на концерт, бассейн и тренажерный зал. Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова мы встретили на избирательном участке в Доме культуры, в райцентре, в Лаишево. Сюда он пришел вместе с супругой. Что мы сделали в годы Великой Отечественной войны? Продолжение сегодняшнего дня избрания нашего президента. Я верю в великие дела нашего государства, которые необходимы всему нашему народу. А это кадры из села Чулпаново, что в Нурладском районе. Они стали настоящим хитом в социальных сетях. Старейшины приехали на избирательный участок на карете. Ее создатель – коренной житель деревни Анварна Сыбулин. Мужчина говорит, погода внесла коррективы. В снегопад лошадей заменил трактор. Сегодня, 18 марта 2018 года, в городе Зеленодольской республики Татарстан регистрируется ваш брак. Впервые в истории Зеленодольской избиратели сыграли свадьбу. 18 марта Камила вышла замуж за Артура. На свет появилась семья Суровцевых. Ради такого случая городской ЗАГС пошел на встречу. Открыл двери в выходной, воскресный день. Сразу из ЗАГСа молодожены отправились делать второй очень важный выбор в их жизни. На избирательный участок в Зеленодольский ДК приехали более 40 гостей. Сегодня они и молодожены – самая голосующая свадьба в истории Татарстана. Я собрал сначала всех родственников в одном месте. Сказал, что такого же числа у меня будут свадьбы, приглашаю всех. И сказал, что если вы хотите, можете скрепиться от участка и прийти сюда, чтобы все вместе, чтобы было красиво. Тех, кого выборы президента застали в дороге, голосовали прямо в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Исполнить свой гражданский долг сегодня смогли и те, кто оказался на больничной койке. В Нижнекамске, к примеру, в силу проблем со здоровьем, 2600 жителей проголосовали на дому. В Казани на избирательный участок пришли люди с ограниченными возможностями – инвалиды по зрению и инвалиды-колясочники. На избирательных участках мы сегодня встретили и много известных людей. Это режиссеры, певцы, актеры, спортсмены. И, естественно, голосовал за стабильность и благополучие моего театра. Потому что у нас понимают, что вкладывать в художника, в искусство – это вкладывать в генофонд народа. Поэтому дай Бог, чтобы все было хорошо. Если ты живешь в этой стране, если ты, в общем-то, служишь народу своему, то ты просто, наверное, обязан, обязан прийти и дать свой голос. Сегодня выбираем человека, который будет настроить наше будущее, будущие наших детей, внуков. Вообще, считаю, безразличие, самое страшное, что может быть в жизни, в спорте, в бизнесе, в политике, в чем угодно. И те, кто сегодня лежа на диване наблюдает со стороны, мне непонятно. Поэтому, вот, с чувством выполнено долго, пришел сюда, проголосовал с хорошим настроением. Сергей Темляков, Андрей Мохов. Семь дней. Итак, выборы состоялись. На ближайшие шесть лет Россия выбрала президента страны. Татарстан также определился. Окончательные результаты мы узнаем позже. Пока то, что мы имеем на данную минуту, это показатель явки. Она составила более 70%. По районам лидерами стали Кайбицкий район, где проголосовало более 98%. Еще много районов, где было свыше 90% избирателей. В том числе, в тройке лидеров, Отнинский район, 96%, и Опасовский район, 95%. Первые результаты с экзитпулов. О чем они говорят? Констатируем, что сенсации в республике не случилось. Будем пока корректны. С очень большой долей вероятности в России в целом и в Татарстане особенно убедительную победу одерживает Владимир Путин. По результатам экзитпула в Татарстане он набирает 80,9% голосов из числа пришедших на выборы. Что касается распределения других мест президентской гонки, то здесь также все закономерно. Предсказуемо на втором месте Павел Грудинин, 10,1%. Еще раз напоминаю, это результаты экзитпулов. Следом за ним идет Владимир Жириновский, 4,5%. Далее Ксения Собчак, 1,6%. Ну и далее Григорий Явлинский, 0,9%. Сергей Бабурин и Борис Титов, 0,4%. И Максим Цурайкин замыкает этот список с показателем 0,3%. Весь этот день в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» работает информационно-экспертный центр и пресс-центр ЦИК Татарстана. Сейчас на прямой связи с нами находится наш корреспондент Ильзира Юзаева, которая готова, я знаю, поделиться последними новостями. Здравствуйте, Ильзира. Что вы можете рассказать? Добрый вечер, Тимур. Сегодня действительно был насыщенный день. Работа кипела как здесь, в информационном центре, так и на избирательных участках, которых, к слову, уже закрыты. И уже о завершившихся выборах мы сейчас поговорим с доктором социологических наук, с профессором Тузиковым Андреем Римовичем. Андрей Римович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну как, сбылись ли прогнозы по низкой явке, которыми нас так пугали некоторые? К счастью, не сбылись. Да и, в общем-то, на мой взгляд, у большинства тех, кто профессионально занимался этой избирательной кампанией, таких уж сомнений не было. В целом, можно сказать, что явка превысила две трети. Это очень хороший результат. Ну, в разных регионах страны по-разному. Но это, безусловно, подтверждает легитимность состоявшихся выборов. Ну, а как вы оцениваете эту избирательную кампанию? Избирательная кампания протекала достаточно там и с элементами такого шоу, да, и элементы скандала были. Но, в целом, в обществе у нас очень четко просматривается патриотический консенсус, так называемый. А, во-вторых, наше общество во многом социал-консервативно. Подавляющее большинство жителей нашей страны так или иначе связано с бюджетом. Вот выражение есть такое – бюджетники, да, учителя, врачи, силовики. Так вот, государственные чиновники, их в сумме где-то порядка 25,8 миллиона человек. Но если мы добавим сюда еще 43 миллиона пенсионеров, то есть уже почти 70, да, миллионов с лишним, а если учтем, что даже те, кто работает в частных корпорациях, крупных, и сами эти корпорации, сам бизнес так или иначе связан с бюджетными средствами, там, госзаказы и так далее, то там все 100 можно, не боясь ошибиться, сказать, что 100 миллионов у нас так или иначе связано с бюджетом. А бюджет – это как бы четкое понимание, что есть сильное государство, есть хороший бюджет. Нет сильного государства, извините, бюджет тогда небольшой будет, да. Люди хотят более качественного здравоохранения, более качественного образования, так и более справедливого распределения доходов. Спасибо вам большое, Андрей Римович. Ну, а мы с вами прощаемся. Студия. На этом все. Эльзира, спасибо. Мы продолжим программу через пару минут, а сейчас короткий блок рекламы. Мы продолжаем программу «Семь дней». Мы видим для экспертов, аналитиков, политологов неожиданностей в этой кампании, как и в результатах ее нет. А какова реакция в штабах кандидатов в президенты? Увидим ли мы какую-то бурную радость, жестокое разочарование или опустошение? Самая оперативная реакция на первые, пусть и предварительные результаты выборов прямо сейчас? Никого нет. Наверное, для вас это хорошо. Видимо, все на работе, да, на участках непосредственно? Да. Потому что мы считаем, что наши люди, наши наблюдатели в первую очередь, наши члены ТИКов, УИКов с правом решающего голоса, они подготовлены и направлены нами на участки. Если у кого-то возникает какой-либо вопрос, они звонят по телефону горячей линии. У нас телефон горячей линии специально сделан в Москве, но, повторюсь, такие вопросы уже не должны быть. То есть наши наблюдатели, они обладают полным пакетом документов, они заинструктированы, как действовать во всевозможных ситуациях. Мы слышим, телефон не разрывается точно. Правильно. Александр Вячеславович, сегодня будет тяжелая ночь, конечно, для вас. Какой-то ориентир у вас есть, но я не говорю план. Но все-таки, наверное, это второе место, я так могу предполагать, да? Какой-то процент. Ну, давайте загадывать не будем. Выборы идут. У нас сейчас какие-то прогнозы делать нельзя, вы знаете, в соответствии с законодательством. Сейчас у нас задача отстоять те голоса, которые поданы за нашего кандидата. И я считаю, что, конечно, вот эти приемчики, я по-другому их не могу назвать, незаконные, вот с наклеиванием каких-то бумажек на сведения о нашем кандидате, это лишь говорит о том, насколько нашего кандидата боятся представители действующей власти. Что они идут на любые ухищрения, это фактически контрагитация на избирательных участках против нашего кандидата. И это говорит о том, что у него большая поддержка. Наша задача сейчас – отстаивать голоса. Есть какой-то результат, на который вы рассчитываете здесь, в Татарстане конкретно? Мы рассчитываем на двухзначный процент. Вот так вот, да. То есть это место в тройке? Да, мы на это надеемся. Избирательная кампания была довольно-таки сложной, было сложно собирать подписи, но на наш взгляд, то есть, на мой взгляд, она была... Ну, я надеюсь, насколько она будет успешна, мы увидим завтра с утра, но я оцениваю работу своего штаба хорошо. А в целом, как оцениваете ход голосования сегодня? Все по плану, ничего не тревожит? Вы знаете, я сегодня уже говорил в информационном центре общественной палаты, что на удивление все проходит спокойно и доброжелательной атмосфере. Даже я уже с 18 лет глазую на одном и том же участке, но на самом деле был удивлен вот той доброжелательности, тому отношению, даже среди, вроде бы, казалось бы, наблюдателей оппонентов. То есть они понимают, что есть камеры, да, они понимают, вот стоят Каибы, да, они понимают, что все видно, а, ну, что нужно? Ну, понятно, есть уж такие люди, которые изначально там нацелены на какую-то провокацию, но вот в данной ситуации, когда избирательная комиссия работает как единый механизм и доброжелательно это все делают, да, то и, собственно говоря, никаких нареканий не вызывает. Мое совершенное убеждение, что в Татарстане сейчас все проходит спокойно, корректно и явка хорошая. А сейчас у нас срочное прямое включение с КРК «Пирамида», где, как вы знаете, находится информационно-экспертный центр и пресс-центр ЦИК Республики Татарстан. И я передаю слово модератору пресс-конференции Ильшат Юнусовичу Аминову. Доброй ночи, Тимур. Доброй ночи, уважаемые телезрители. Говорит и показывает информационно-экспертный центр общественной палаты Республики Татарстан. И председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Митхат Равкатович Шиги Ахметов готов озвучить самые свежие данные о ходе выборов президента Российской Федерации по Республике Татарстан. Пожалуйста, Митхат Равкатович. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Только что завершилось совещание в режиме видеоконференции Центральной избирательной комиссии Российской Федерации под председателем Центральной избирательной комиссии Панфиловой Эллы Александровны. И Элла Александровна дала высокую оценку организации выборов нашей республики. Голосование прошло в спокойной обстановке. Мы можем констатировать высокий интерес татарстанцев к выборам президента Российской Федерации. В течение дня к нам поступала информация от наших избирательных участков об очередях на избирательных участках и желающих проголосовать. Как я уже говорил, на этой избирательной кампании было образовано 49 временных участков. Это и в больницах, это и в санаториях, и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале. Я могу сказать, что по состоянию на 19.30 в аэропорту проголосовало порядка 500 человек, туристы, жители, которые уезжают в отпуск во Вен-Арабские Эмираты, а также командировочные. Большая часть избирателей прибыла рейсом из Москвы и тоже имела возможность и проголосовала на выборах президента Российской Федерации. На железнодорожном вокзале проголосовало порядка 300 избирателей. Это жители различных субъектов Российской Федерации, это и жители-избиратели, которые прибыли к нам из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Свердловской области, Удмуртии и других. Во временных участках, больницах проголосовало более 10,5 тысяч наших избирателей. В общей сложности за ходом проведения выборов на избирательных участках наблюдает порядка 8,5 тысяч наблюдателей и более 5 тысяч членов комиссии с правом совещательного голоса. То есть у нас еще подсчет только начался голосов, соответственно, наблюдатели тоже работают так же, как и члены комиссии на избирательных участках. Их на сегодняшний день, как я уже говорил, составляет порядка 14 тысяч человек. Кроме того, на избирательных участках сегодня в течение дня были представители, около 200 представителей средств массовой информации. Итоги голосования будут установлены Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан после обработки всех 100% бюллетеней. На сегодняшний день, на данный момент, вы обладаете информацией по явке на 18 часов. Эта информация уже у вас есть. Вы знаете о том, какая явка на 18 часов. Все избирательные участки в 20 часов закрыты. Начался процесс подведения итогов голосования. Значит, члены участковой комиссии приступили к этой работе. Данная процедура является непрерывной, последовательной, и каждое действие в участковой избирательной комиссии оглашается. Это гашение неиспользованных бюллетеней, работа со списками избирателей, скрытие и подсчет голосов в переносных ящиках, скрытие и подсчет голосов в стационарных ящиках, и заполнение протоколов и прочие предусмотренные законы процедуры. После окончания процедуры подсчета голосов участковой избирательной комиссии проведут итоговое заседание, где будут рассмотрены все обращения, которые поступили 18 марта, а также будут утверждены итоговые протоколы и выданы заверенные копии протоколов участковых комиссий всем участникам избирательного процесса. Я думаю, что где-то ближе к 3 часам мы будем уже иметь первые предварительные результаты по итогам голосования нашей республики. Спасибо большое. Я хочу, чтобы Вы еще раз озвучили цифру явки для наших телезрителей. Явка на 18 часов у нас составляет 69,21%. Я подчеркиваю, у нас здесь еще нету 2 часов до 20 часов, и, соответственно, уже при подведении итогового голосования у нас будет явка на 20 часов. Вот именно ближе к 3 часам у нас уже будет и окончательные проценты явки наших избирателей, и, соответственно, будут уже данные по подсчету голосов за того и нулевого кандидата. Большое спасибо, Михаил Травкатович. А я передаю слово программе «Семь дней». Спасибо, Ильшат Инусович. Спасибо, Ильшат Инусович. Это было, я напомню, прямое включение с информационно-экспертным центром, который располагается в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Информация от председателя ЦИК Республики Татарстан Митхата Шаги Ахметова. Что касается предвыборной кампании в целом. Увы, большинство оппонентов действующей власти не смогли предложить в ходе предвыборной кампании хоть какую-то внятную программу действий, даже на бумаге. Многие ограничились популистскими лозунгами, голословными обвинениями, которые, как мы видим, сейчас уже не работают эффективно. Ставка на скандал, склоки в телеэфире также, на мой взгляд, себя не оправдала. Впрочем, была ли эта заявка от некоторых кандидатов в себя в качестве серьезной политической силы или просто самопиар? Как оценивают эксперты эту выборную гонку, что называется по горячим следам? Михаил Любимов продолжит. 18 марта. День, когда важен каждый голос. Согласно данным всех социологических опросов, проведенных непосредственно перед выборами, более 90% граждан страны знали о том, когда эти выборы состоятся, и более 70% заявляли о том, что придут на эти выборы и проголосуют абсолютно точно. Государство, как мы знаем, как мы видим, постаралось, оно сделало то, что должно было сделать, обеспечив явку на эти выборы, а значит, обеспечив кандидату, который выиграет на этих выборах, ну, как можно большую легитимность, как можно большую представительность среди населения страны. Государство постаралось. А что кандидаты? А вот кандидаты как раз постарались-то и не очень. С чего начинаются выборы? С картинки в твоем почтовом ящике. Все-таки, ну, не все люди смотрят телевизор с утра до ночи. Так что же мы видели в этих почтовых ящиках, каждый день спускаясь, например, на работу? Мы видели, что кроме разносчиков, пиццы, суши, на свете в стране работают, ну, максимум еще 2-3 человека. Вот, например, Павел Грудинин. Его агитация была многочисленной, всем известна. Или еще один, Григорий Явлинский, который озаботился даже созданием собственной газеты. И вот это отличие этих выборов, скажем, от выборов 15-16 года, очень мало кто из кандидатов снизошел на так называемый вот такой вот обычный народный низовой способ общения с людьми. И все они были очень далеки от народа. Ешь, чак-чак, голосуй за Собчак. Совсем без хождения в народ, конечно, не обошлось. Три оппозиционных кандидата посетили Казань за эти несколько предвыборных месяцев. Ксения Собчак в Казани сходила в школу, о чем, к счастью, наверное, не узнали ее политические московские спарринг-партнеры, не применувшие бы поерничать и на эту тему. Потому что на самом деле это все в наших головах. Пока мы думаем, что мы не можем повлиять ни на что, мы ни на что не можем повлиять. Это правда. Идеи равенства, то бишь социализма, то бишь гигантского всесоюзного совхоза высказывал недалее, как на этой неделе в Казани в соцгороде в Доколенино претендент из красного угла ринга. Павел Грудинин говорил все на тот же манер сверкающей неопределенности. Когда за словами нет коррупции и долой олигархов, даешь сильную экономику и да, своему производству, кроме благожелательной реакции публики, похоже, ничего и нет. Кандидат Грудинин, кстати, за добровольность изучения национальных языков. Это было явно высказано именно в Казани. А вот еще один, самый знакомый нам и самый непознаваемый многолетний обитатель наших почтовых ящиков, Григорий Явлинский, будучи еще в Казани в декабре, в интервью нашей программе, в своем опыте усомниться не дал. Я думаю, что то, что происходит сейчас с откажем от обучения татарскому языку, это просто бюрократический раж, очень неумный и очень ограниченный. Мне кажется, что это выражение неуважения к людям. Дебаты, куда более всеохватывающий жанр, ведь вся страна слышит и смотрит. Дебаты, которые изначально вроде бы не предполагали общение кандидатов с удушевленными предметами, в итоге волею-неволею скатились до того формата развлекательных политических ток-шоу, что мы наблюдаем на наших экранах и в без того ежедневном режиме. Но это был гала-концерт. И выступающие старались как никогда. Поэтому и выборы запомнятся нам в первую очередь вот этим. Владимир Рульцевич, ну не оскорбляйте женщину. Ну если она тупая, если мозгов нету. Вот видишь, вот идиотка, что убери ее отсюда. Вот этим. Я считаю, что это безобразие коллективной травли одного кандидата. И это безобразие доведения женщины до слез. Следующая наша встреча завтра со зрителями я не прощаюсь. И вот этим. Ты сейчас в морду, дай! Кузовик, давай! На третий сюда! Ты что, отказался? Ты сказал, что я бандерю? Да я тебе вожжу! Я тебе челюсть с ума сломаю! Тише, бразь! Наемная бразь! Они действительно и дерутся, и обзываются, и водой поливают. В свое время, когда Жириновский полил соком Немцова, и тот стал мужчиной в соку. Господа, я прошу прощения. Ой, ну что вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же вы делаете? Подонок сейчас. Это был первый случай, и он чудочное впечатление произвел. А теперь это уже норма. Норма политической жизни, понимаете ли? Уже это вошло в правила политической игры. Уже черный пиар тоже считается нормой. То есть у нас постепенно худшие образцы западной избирательной кампании тоже начинают применяться. Но не все, слава богу. У нас кандидатов не убивают. Вот мы все время ждем пендаля. У нас страна такая, пока жареный петух откуда-то не подбежит, а мы как курицы все ходим такие тупые. Вот не укусит, вот тогда будем идти. Так в чем же кардинальное отличие этих выборов от выборов любых других предыдущих? Отличие в воздухе. В той самой тревожности, что была разлита в этом воздухе уже на момент начала кампании и достигла своей наивысшей концентрации аккурат к воскресенью. Тревожность, которую лошадиными дозами вкачивали в страну доброжелатели извне. Поэтому главное событие этих нескольких месяцев – околовыборное, безусловно, послание. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Вот говорят, вот что Путин почему-то нас запугает. А чем он запугает? Путин же не пугал. Он же просто сказал, ребята, у вас хорошее ПРО, вопросов нет. Но мы вас достанем через ваше ПРО. Лучше садимся за мирный переград. Вот что было сказал Владимир Владимирович. Я его не просто поддерживаю, хлопаю в ладоши. Не помогает ничего. Санкции, допинговые скандалы, Олимпиада под нейтральным флагом нас унижали, да не унизили. В последнюю неделю перед выборами Россия стала токсичной уже в прямом смысле этого слова. Плохо написанный английский детектив, где обвиняемый определяется вероятностью, а не уликами, призван был повлиять, думается, на нас самих в первую очередь. Но страна, уже накормленная сверкающими неопределенностями, определилась уже, похоже, давно. Это же эффект осажденной крепости, да? Чем сильнее давят, тем больше сплачивается население, народ вокруг существующего, хочу это подчеркнуть, лидера. Так что непонятно, кто на чью мельницу воду льет. Я считаю, что это часть предвыборной стратегии, конечно, вне всякого сомнения. Сакральную очередную жертву сделать против нашей страны, совершенно ненужную для нас, за это надо ответить. И ответит Тереза Мэй. Она должна за гражданку России ответить. Это агрессия против России. Чисто английское убийство. Чисто английское убийство. Весь мир за. А баба-яга против. Кто бы там ни был против, а главный итог этих выборов уже, в принципе, известен. Ведь они состоялись, несмотря ни на что. Вот ведь интересный факт. В этих выборах принимают участие уже те, кто был рожден при нынешнем президенте. Интересно, а что скажут они? Это мы узнаем совсем скоро. Интересно также, что скажет и вот это совсем новое поколение, которому тоже уже совсем скоро выбирать совсем новых людей. Ну а пока пусть учатся нашему хладнокровию и нашему чувству ответственности за будущее страны. Ну давай, малыш. Михаил Любимов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Будем объективны, у Владимира Путина изначально было заметное преимущество над конкурентом. Еще до начала предвыборной кампании. Я не имею в виду пресловутый административный ресурс. Путину, как я это увидел, даже не пришлось как-то усиленно готовиться к этой президентской кампании. Проводить много специальных мероприятий. Он был занят своей повседневной работой. Много ездил по стране, впрочем, как и всегда. Мы помним, заезжал в Казань с двухдневным визитом. За него, как это не банально прозвучит, говорили его дела. Хотя были и сильные заявления. Запомнилось послание президента Владимира Путина федеральному собранию, которое содержало очень много конкретных предложений и цифр. Сергей Темляков проанализировал некоторые аспекты этого исторического события через призму простой казанской семьи. Выборы очень важные. Момент для каждого гражданина. И ходить на них очень важно. Перед вами обычная казанская молодая семья. Можно сказать, среднестатистическая. Разве что без ребенка. Но это пока. Алексей с Татьяной поженились совсем недавно. Так что у них все впереди. Для них это первые выборы. В том смысле, что первые в статусе молодой семьи. Алексей говорит, вопрос идти или не идти даже не стоял. О выборе не спрашиваем. Глава семьи только замечает. Хочется поддержать поступательное развитие страны. Супруга Татьяна, улыбаясь, добавляет. На эти выборы идем под впечатлением послания Владимира Путина. Конечно, государство очень сильно поддерживает молодую семью. Потому что как раз из-за этого послания было ясно выделено и сказано, что будут строиться ясли. Пока Алексей и Татьяна только готовятся стать родителями, в других 48 тысячах семей в Татарстане в 2017 году уже произошло долгожданное событие. Владимир Путин в послании поставил задачу обеспечить демографический рост. И задача эта непростая. Эльмира Галимова, главный акушер-гинеколог республики, отмечает. 2017 год по всей России ознаменовался падением рождаемости. Это прогнозируемая ситуация. Ведь сейчас в фертильный или детородный возраст вступают девушки, родившиеся в 90-х. В период, когда в стране случилась настоящая демографическая яма. В 2017 году в республике родилось приблизительно на 7,5 тысяч детей меньше, чем в 2016 году. И, к большому сожалению, этот тренд еще будет где-то в течение 9-10 лет продолжаться. В послании Владимир Путин отметил, демографическая политика расширена, продлена программа материнского капитала, предусмотрена льготная ипотека для семей с детьми и адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. Это наши детки. Среди первых, кто в Татарстане начал получать такую выплату, это семья Газизовых. 1 января 2018 года у Ринаты и Альбины родились двойняшки – девочка Айза и мальчик Самат. Альбина говорит, поддержка от государства очень кстати, ведь сейчас семья работает только муж. Такая выплата очень даже помогает. Все-таки на ноги детей подняться полегче. Еще раз хочу сказать благодарность президенту, но реально помощь есть. И мы готовы, чтобы семья у нас все больше и больше становилась. Чтобы создать для детей комфортные условия для медосмотра и прохождения лечения в случае необходимости, Владимир Путин 1 марта отметил, что запускается программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах. В Татарстане эта работа уже идет. Казанскую детскую поликлинику номер 2 в начале недели открыли после капитального ремонта. Также было закуплено новое медицинское оборудование. К слову, за последние 6 лет в Татарстане проведена масштабная работа в сфере обновления учреждений здравоохранения. Отремонтировано и оснащено около 2300 медицинских объектов. Проведение ремонтов в детских учреждениях, оснащение их новой техникой, возможность привести в соответствие санитарно-педагогическим правилам – это очень большой вклад в сохранение здоровья нашего детского населения. Говорилось про ипотеку, улучшение жилья. За бокалом соком на кухне продолжаем обсуждать с семьей Беловых так нужные им возможности. Алексей говорит, уже сейчас задумывается об улучшении жилищных условий. И замечает, возможно, в следующий раз соберемся на более просторной кухне. В своем послании Владимир Путин сделал на теме доступной ипотеки для граждан отдельный акцент. В 2017 году 3 миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно, обращая внимание, впервые в истории современной России выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 миллионов семей улучшат свои жилищные условия. У детей, как я считаю, это мое личное мнение, должны быть родители. Они должны быть дома, а не где-то там на работах 5 или 3, чтобы оплачивать ипотеку. Владимир Владимирович говорил, будет снижаться до предела 8-7 процентов, да, то это здорово. Нам тоже было приятно, во-первых, услышать, что отнимись первых, Международный математический центр был организован на площадке Казанского университета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отмечает, математический центр в университете создали два года назад, ведь математика лежит в основе всех наук. Ректор рассказывает, что у центра три направления. Это работа со школьниками и учителями. Не исключено, что в скором будущем здесь будут заниматься и дети семьи Беловых. Второе направление – это работа со студентами. И третье – математические исследования. Владимир Путин в послании отметил, что необходимо закрепить превосходство отечественной математической школы. Это сильное конкурентное преимущество в эпоху цифровой экономики. Ориентир на людей, на интеллектуальный потенциал наших людей – это, конечно же, очень правильный ориентир, поскольку именно люди продвигают те или иные идеи, воплощают их в жизнь. На прогулке Алексей и Татьяна рассказывают нам об изменениях этого года, которые ждут все местные жители. Зона фонтана, где мы сейчас находимся, и парк по улице Комарова, что через дорогу, превратится в одно большое общественное пространство. На благоустройство территории выделено 80 миллионов рублей. Кстати, какие именно изменения нужны на этой неделе, обсуждали жители на публичных слушаниях. К слову, в 2017 году на развитие общественных пространств было выделено более 3 миллиардов рублей. Благоустроенные парки появились в 45 районах республики. Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Меняются многие региональные столицы и малые города. Мы, в принципе, научились это делать. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. Алексей отмечает еще одну деталь из послания Владимира Путина. Президент сказал, что считает главным ключевым фактором развития благополучия людей достаток в российских семьях. Говоря об уровне бедности, мы должны сказать, что по итогам 2016 года 7,5% населения республики проживает за чертой бедности. Причем границей бедности берется уровень прожиточного минимума. И это самый низкий показатель в Российской Федерации. Безусловно, это нас радует, но мы понимаем, что здесь есть над чем работать. Повышение уровня жизни населения в республике, отмечает Эльмира Зарипова, осуществляется в рамках системы социальных выплат. Это 30 видов федеральных и 49 видов республиканских мер поддержки. В прошлом году социальную помощь получили 1 миллион 680 тысяч человек. Адресность республиканских выплат, например, нам позволила за последние годы снизить количество семей с детьми, где доходы ниже прожиточного минимума. Если у нас, например, были годы, когда их численность достигала до 60 тысяч, сегодня их 40 тысяч. Но мы понимаем, что и эта цифра, это то, над чем и дальше нам следует работать. Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие. Обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан. А за 6 лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности. Мы, конечно же, ждем результат выборов. В эти минуты семья Беловых, пожалуй, как и все жители страны, у экрана телевизора. Переключая канал, и Алексей Татьяна следят за последними новостями. Ведь именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей. Мы поддержка нашей страны. Спасибо. Сергей Темляков, Андрей Мухов и Роман Безменов. 7 дней. Выбор сделан и в России, и в Татарстане. Ждать ли нам кардинальных, масштабных изменений во внутренней политике страны в ближайшие 5-10 лет? Мой ответ, как это неудивительно, мы вправе их ждать. И именно Владимир Путин в своем послании задал этот вектор развития страны. Татарстан готов, и я уверен, будет следовать этому тренду, заданному нашим президентом. К тому же и сам Владимир Путин хорошо знает, что в республике у него много надежных сторонников и верных друзей. Так было всегда еще в тот момент, когда Путин только встал у руля страны в 2000 году. Мы проследили всю ретроспективу визитов Владимира Путина, от первого его визита в Казань в 2000 до последнего в конце января этого года. Казань хлебосольная, гостеприимный Татарстан. Не сомневаюсь, что Владимир Путин и раньше знал, что татары – народ исключительно радушный. Но впервые воочию президент России в этом убедился в июне 2000-го. На Сабантуе в Казани. Как говорится, лучшего места и повода, чтобы оценить татарское гостеприимство, не придумаешь. Визит первого лица страны в Казань прошел на одном праздничном дыхании. Никакого официоза и скучных совещаний. Наоборот, все, как должно быть на Сабантуе. Футболка, спортивные брюки, тюбетейка и отличное настроение. Ну и как не вспомнить знаменитые ныряния Путина в ТАСС в Катэком, где президент поймал удачу в виде пятерублевые монеты. В памяти татарстанцев остались и другие яркие моменты этого, по сути, ознакомительного, но такого запоминающегося визита. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы просто пригласили меня в свою семью. И очень приятно, кто будет среди вас. Посмотреть на ваши добрые лица. Поздравить вас с этим праздником. Хорошая традиция сложилась в нашей республике, когда республиканские праздники отмечают все, вне зависимости от религии, от национальности. Визит номер два Владимира Путина в Казань случился в августе 2002 года. Формальный повод – третий Всемирный конгресс татар. Но по факту разговор зашел в целом о возрождении национальных традиций не только татарского, а всех народов России, пробуждении их интереса к собственной истории. Тогда же на заседании в Казани Путин высказался предельно четко и емко. Нельзя ставить припоны в изучении национальных языков. Напротив, такое стремление, в частности татарского народа, нужно только приветствовать. Слова эти и сегодня актуальны, как никогда. Полная дурь. Полная дурь и вред. Если кто-то где-то запрещает в многонациональной стране изучать родную язык. Или препятствует этому абсолютно недопустимо, вредно для страны в целом. Еще один знаковый приезд Владимира Путина в Татарстан и знаковое, можно сказать, историческое выступление президента страны. В августе 2005 года на празднование Тысячелетия Казани. Путин в знак уважения к татарскому народу, его богатой историей, традициям, самобытному языку сам переходит на татарский. Чем вызвал шквал аплодисментов и гул одобрения всего зала. Декабрь 2008 года. Самый пик финансовой кризиса в России. Тогда уже премьер-министр России Владимир Путин приехал в Набежные Челны с важной и благородной миссией. Спас производства в промышленности в целом и в автопроме в частности достиг критических объемов. И Владимир Путин лично принимает ключевые решения для спасения КамАЗа и других предприятий республики. Тогда же решен вопрос с ценами для сырья на Казань-Оргсинтезе, попавшему в сложное финансовое положение. После этого в Набежные Челны Владимир Путин приезжал неоднократно, чтобы проследить, как татарцанский автогигант с помощью федеральной поддержки выруливает на траекторию устойчивого развития. В феврале 2010-го Путин снова в Челнах на подписании важных соглашений с иностранными партнерами и на встрече с непобедимой командой КамАЗ-Мастер. С этого момента такие встречи с покорителями Дакара станут традиционными. В мае этого же, 2010-го, Владимир Путин снова с визитом в республики. На этот раз в Казани Путин заложил первый символический камень на стройплощадке 45-тысячной Казань-Арены. Стадион позже станет главной площадкой универсиады 2013, на открытии которой Владимира Путина, конечно же, очень ждут. А пока ему показывают строящиеся и уже готовые объекты универсиады, часть из которых Путин и открыл. Печальный повод привел Путина в Казань в июле 2011 года. После трагедии из Булгарии премьер не мог не приехать. Владимир Путин вместе с Рустамом Менихановым принял участие в изложении цветов в память о погибших, а также сделал ряд жестких заявлений. Путин отметил, что причиной трагедии стало грубейшее нарушение норм и правил. Это ужасно, что нам приходится платить такую высокую цену за преступную безалаберность, алчность и нарушение норм технологической безопасности. Выводы после этой трагедии также последовали незамедлительно. Февраль 2012-го. Путин в набережных Челнах лично расписался на кабине двухмиллионного КАМАЗа, а затем провел совещание по вопросам реализации демографической политики и региональных программ модернизации здравоохранения. А в августе этого же 2012 года президент Путин вместе с президентом Татарстана Рустамом Менихановым и государственным советником Республики Ментимером Шаймиевым осмотрел историко-архитектурные и культурные объекты Болгара и острова Града Свияжск. В марте 2013-го Путин лично убедился в готовности Казани к универсиаде. А уже в июле он же приветствовал всех ее гостей на стадионе Казань-Арена. Добиться новых личных рекордов. Пусть эти секунды борьбы и триумфа будут яркими и запоминающимися. Самый свежий визит Владимира Путина в Казань случился в конце января этого года. Он получился и продолжительным, и насыщенным одновременно. Президент успел провести важную встречу с лидерами мусульманского мира России, а после заехал к приболевшему Ментимеру Шаймиеву. Затем Путин отправился на Казанский авиазавод, где президент встретился с коллективом предприятия и понаблюдал за полетом стратегического ракетоносца Ту-160. А в Казанском федеральном университете его уже ждали студенты. И Путин по традиции всюду успел, параллельно заехав на молодежный форум «Вместе вперед». Владимир Путин провел содержательный разговор с Усамом Менихановым и в режиме телемоста открыл ряд нефтехимических производств в Нижнекамске. Вот такой он наш президент. Настало время прощаться, и нам хочется сделать это на позитивной ноте. Выборы состоялись, и приятно, что завершаем мы этот день в праздничной атмосфере. Послушаем самих казанцев. Пришли порадоваться праздником. Порадоваться пришли. Настроение супер. За нашу страну, за нашего будущего президента. Знаем мы за тебя. Будущего и настоящего. Будущего и настоящего. Просто хотим поделиться всей этой атмосферой теплой. Нам весело, и не нам одним. В общем, все здорово, спасибо большое. Выборы – это все. Это будущее детей, это будущее нашей страны. Как говорится, и чтобы Россия была сильной, чтобы все было во благо народа. Как говорится, чтобы зарплаты повысились, пенсии повысились. Концерт этот бесплатный. Доставка везде по городу, на автобусах. Везде для народа. В общем-то, все сделали хорошо. Все прекрасно. Мне очень понравилось. Это все до сегодня. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Всего вам самого доброго и удачи. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней в студии Маргарита Павлушина. Предстоящую неделю небо в республике затянет облаками. Ожидается умеренно морозная погода без существенных осадков. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на северо-востоке республики в понедельник будет малооблачно до 7 градусов мороза. Во вторник небо затянет облаками, пройдет снег. Ожидается постепенное повышение температур. К выходным будет уже минус 2 градуса. На юго-востоке республики похожая картина. В понедельник малооблачно, днем минус 9, а вот ночью до 20 градусов мороза. Во вторник температура повысится. Ожидается осадки. Такая погода сохранится до конца недели. В центре Татарстана всю неделю ожидается преимущественно облачная погода. В четверг пройдет снег. Температурный фон будет умеренно морозным, как в дневные, так и в ночные часы. На юго-западе Татарстана в понедельник малооблачно до 7 градусов мороза. Со вторника ожидается облачная погода, температура повысится. К выходным будет уже минус 1 градус. Осадки не ожидаются. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана, будет облачно всю неделю, но без осадков. Ожидается умеренно морозная погода. Если в начале недели будет минус 6, то к концу недели до 1 градуса мороза. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.